Ежегодно 1 марта отмечается День иммунитета. Дата установлена Всемирной организацией здравоохранения. Первый день весны выбран не случайно. Как известно, после зимы иммунная система ослабевает, возникает риск развития весеннего авитаминоза. По мнению врачей, эффективно поддержать свой иммунитет позволит употребление витаминов. Однако перед приемом биологически активных комплексов необходимо проконсультироваться с доктором. Настоятельно рекомендуют использовать для стимуляции иммунитета следующую схему. То есть принятие витаминов круглогодично, но с интервалом 1-2 недели. То есть вот эта схема сейчас уже третий год уходит, используют ее, и результаты очень хорошие. То есть, например, месяц мы даем поливитамины, 2 недели отдыхаем. Полтора месяца даем витамины, неделю отдыхаем. Ни в коем случае самостоятельно не надо принимать ни любое лекарственное средство, ни любую биологическую добавку, потому что это чревато последствиями. Только вместе с лечащим врачом можно решить то или иное. Всемирный день иммунитета был внесен в календарь, чтобы указать на важность помощи своему организму. В переводе с латыни иммунитет означает освобождение от чего-либо. Имеется в виду избавление организма от поврежденных клеток и болезнетворных бактерий. Однако в день иммунитета можно отказаться от того, что мешает быть здоровым. Жирные пищи, алкоголя и табака, малоподвижности. По мнению врачей, первый день весны – лучшее время для того, чтобы начать вести здоровый образ жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!